добрый день друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая сегодня день день уборки я сегодня такую уборку сделала друзья и все началось с чайника пришел мне комментарий от девушки ирина у вас чайник такой чистый чем вы его чистите ну я думаю ну вообще я его чищу жироудалителем написала девушке ответ и у меня сразу в памяти чайник который я не чистила уже очень давно он у меня стал мутный страшный и мне так стало стыдно он у меня конечно уже такой старенький где-то даже ручка подгорела но я его почищу и все так приведу в порядок вроде бы ничего думаю новый покупать будут ручки держится в общем как то все не до этого но я глянула он у меня такой мутный такой страшненький думаю дай-ка я его еще почище потому что люди его видят чистым а на самом деле он у меня может быть еще чище представляете почистила я чайник но потом думаю чайник чего давай еще жироудалитель у меня в руках так то вот все обтирано газовую плиту давай газовую плиту оботру началось газовую плиту я обтерла тут значит я посмотрела где-то что-то тоже где-то жирные какие-то капельки давай все обтирать и думаю сколько времени я уже собиралась вот эту газовую плиту отодвинуть и за ней намыть друзья мои и вот меня вы понимаете все это мысль мне не дает покоя я уже смотрю на то что ну уже все я чувствую что мне уже от этой мысли не уйти время ранее утро саша еще спит кирилл как-то рано сегодня другу ушел они там встречаются ну в общем-то гуляют молодежь вот а мы собирались к ларисе думаю нет я все-таки успею все-таки я сделаю позвала колю говорю коля помогай мне выдвигать газовую плиту а у нас от нее тут же газ а это электро еще вот что-то тут не дотерло а это электрическая плита и шнур от неё идет вот здесь вот шкафу в розетке туда значит пришлось мне все вынуть из этого шкафа выключить розетку потом газовая плита здесь еще прежние хозяева сделали как они кстати надо коли сказать по уровню чтобы немножко выставил чтобы она была вровень со столом мне вот так нравится как она сделана здесь мойка здесь плита здесь стол вообще нравится мне очень нравится что рядышком мойка рядышком стол но она видите чего она не вровень она у нее у них была сделана такая ну как поддон поставлен поддон на колесиках коля пришел а тут же еще идет шланг от газа и значит мне аккуратненько отодвинул ее вы ее отодвинули я говорю коля надо говорю снимать вот этот вот поддон под ним тоже может быть грязь коля ее нагнул я этот поддон вытащила друзья мои вот сколько не мой моешь обтираешь залезаешь туда тряпками что ты только не делаешь но все равно вот все стенки просто ухрязаны вот это так по пинишски да скажу просто ухрязаны я говорю ну как так залезаешь там все время тряпкой у меня например вот здесь вот поддон там вот такое расстояние от пола вы знаете что я делаю мне же туда не залезть я беру лопатку вот эту вот железную для обуви наматываю на нее сырую тряпку и все вот это залезаю залезаю там все это вот тряпкой прошу ружу все ее потом выпал еще и заново потому что никак больше не залезть пылесос туда тоже не залезает но вроде бы ничего не сыпется ничего не грязнится но вообще я я была в шоке я не скажу что там был ужас но все равно закапано было где-то жиром где-то мусор бусинка там значит у нее там корм она видимо играет тоже там несколько вот этих вот валяется уже старых запыленных там и все равно и пыль отодвинули поддон сняли на мыли под поддоном на мыли коля и и аккуратно тут со шлангом сюда выдвинул я туда все залезла санокса в воду чтобы вода была такая ядреная все здесь он ее вынул он здесь стоит с этой стороны ему не выйти но здесь вот ладно кран я тут с ведром он с одной стороны мне помог все намыть я с другой стороны все намыла ничего помогает я группу мне не залезть все вычистили все вычистили вымыли поддон сняли с двух сторон на мыли и вроде бы все хорошо друзья мои все подключили но я очень-очень расстроилась вы знаете я не могу налюбоваться на свою плиту надо еще вот здесь вот мне вот снять я их снимаю и мне так нравится что вот электрическая она она очень хорошо греет хорошо печет ну когда вот падает у нас напряжение я вам говорила да что она все равно медленно набирает сами знаете когда напряжение маленькая то плохо работает но меня ее бы выкидывать уже бы да нет я это думала что ее выкидывать еще сколько не буду может потом мало ли что то будем менять увезу ее там на даче ну мысли такие но когда я увидела что произошло она оказывается вот с этих сторон вот там вот она вся проржавела прямо дырки я так расстроилась гуля а здесь главное не видно здесь все чистенько чистенько а там стали чистить то и все видно что уже такое железо тонкое не знаю сколько и лет мы живем здесь летом будет семь лет сколько они еще жили но у них и кабина была душевая такая дорогая но это тоже плита видно ведь что она не из дешевых вот это плита электролюксы и греет хорошо мы ее только один раз поремонтировали что-то там по электрике и все но стенки почему стенки так проржавели я понять не могу я стараюсь уж тут не мочить стараюсь чтобы влага не попадала когда значит сделаю я тут тряпочки постелю да но здесь ладно здесь влага попадает может быть но здесь то что с этой стороны короче думаете вот этим закончилась что ли нет значит я вот это все вымыла намыла потом значит давай тут вытяжку потом все под шкафами все вымола все потом шкафы обтирала надо бы еще чисто тряпкой обтереть и пошла в банную ну а намыла кухню намыла коридор но уж комната не стала думаю в 12 часам и к ларисе собирались в ванной тоже взялась за одно за другое давай тут пока раковину почистила унитаз давай потом в ванную там под ванну все залезло у нас там под ванной всегда пусто у нас нету не сделана стена которая бывает что закрывают нишу под ванной нет у нас там все пусто там вот идут шланги сейчас от стиральной машины его трубы коля провел там трубу чтобы не замерзала не в стене она раньше все замерзала там тоже по полу там пол горячий и в общем там все давай мыть прибирать ванную все там намыла все полы потом я не остановилась надо это на этим не знаю там я пошла зачем-то в свою комнату мне там не понравилось что занавеска у меня с крючка опять сошла там крючочки слабенькие такие все сняла крючки не с крючки а прищепочки вот которые у меня были в комнате все сняла прищепки убрала занавески все в стирку вместе с тюлем давай еще там разбирать короче вообще все началось с чайника представляете вообще начистила чайничек называется в общем все потом давай тут время уже смотрю пол двенадцатого давай тут скорее в душ коля тут поехал тоже по этим по своим делам банки ларисе позвонил гребанки нужны трехлитровые нет не нужны меньше отвез кучу банок там тоже жена у него компоты делает лариса бит у меня горит их полно вот отвезу отразил пока миши банки я тут давай помыться до сашку разбудила брюсанек давай вставай вставай сейчас поедем в гости чаем его напоила в общем все утро все утро вот так вот почистила чайничек зато друзьям и вы не представляете вот вроде бы чисто да на кухне всегда прибираешься убираешься все шик блеск наводишь но когда ты знаешь что у тебя вот в этих потайных местах куда тебе не добраться чисто это вообще хорошо это еще я не стала холодильнике в этом дергать холодильник в коридоре у меня была мысль сейчас пока коля ездит я вот этот вот холодильник лай он хорошо отодвигается его быстренько отодвинул потом большой холодильник отодвинул у меня вот такие заскоки бывают в комнате я недавно это морозилки поставлено и говорю в комнате но что я отодвигала их мыло меня же много этих холодильников то на холодильник тема разилки потому что когда начала заниматься заморозкой до поля тут рыбу возила коля мне нужен ларь одну морозилку мы увезем на дачу а ларь мне нужен чтобы там замораживать пельмени все складывать научу этого добра хватает и как говорится уборки тоже хватает вот так вот и теперь не нарадуюсь мне конечно надо бы вот эти вот штучки снять они у меня чистенькие но я их все равно я их снимаю полностью аккуратненько потому что там внутри такая штучки тоже маленькие железные чтобы они не вылетели я все это замачиваю все мою но опять же видите на аккуратненько чтобы не стерлись название здесь же вот видите вот уже название вот средний нагрев нижний вентилятор в общем что только нету здесь тоже аккуратненько надо в мыльном таком растворе если сильным этим жироударителем прыскать все это сотрется это плохо в общем порядке наводила сегодня потом мы с колей поехали а мы от ларисы у ларисы не снимала я собираюсь к ней в пятницу думаю ладно там потому что женек дома и анатолий да мы тут все вместе быстренько быстренько чего-то тут поболтали игры все мы поедем сашу отвезли домой вот потом зашли в магазин я купила уже не прищепочки а крючки как в комнате буду делать на крючках занавески там тоже мне пришиты эти ленточки то когда покупала занавески они всегда пришивают ну вот если к этому магазину прикреплен какой-то портной до который делает там они работают вместе то всегда эту ленточку пришивают и в общем там тоже у меня на ленточке никогда ими не пользовалась вот этими лентами пришитыми потому что все на прищепках а сейчас вот висят на крючочках и разницу я почувствовала я сейчас сунулась у меня хлеба нет надо мне сейчас муки насеять сейчас насею муки и поставлю хлеб на замес пока еще совсем не поздно в общем вот такое вот утро на улице сегодня красота такая все уже весна уже вступает свои права конечно будет еще прохладно и конечно же будет снег то сейчас перезвоню минут десять вот и бывшая коллега позвонила на вас перезвонить вот и как вам сказать тепло тепло прямо вообще было тепло настроение то такое знаете когда солнышко то и настроение другое вот а санька отвела вчера чего только я ему не предлагала это предлагала в подарок это предлагала уж смотрим и самокат у него самокат на него есть мы самокаты посмотрели потом вы говорите там велосипед но нет конечно есть такие подарки которые мне уж конечно же не потянуть но я считаю все равно девять лет надо что-то такое поучительное а вы мне писали про 3d ручку и это здорово почему я вчера не не вспомнила у меня же друзья мои есть 3d ручка есть у кирюшки он одно время ею занимался там такие фигурки можно было делать ну конечно же если саня то я буду покупать буду покупать новую но у нас столько проволоки к этой 3d 3d ручки там же она идет с нагревом на только хорошую покупать ему дорогую покупали вон тысяч шесть что ли стоило там такой нагрев он регулируется и если там что-то внутри сломается ведь даже будет не отремонтировать то есть там покупать качественную все вот эти вот прибамбасы по-русски сказать вот эти проволочки еще что-то до чтобы рисовать там проволочка разная и он сейчас принесу покажу муки много не просеиваю потому что чтобы она не служивалась я и просеиваю где-то у меня здесь наверное килограммчик и вот она у меня тут стоит в миске а потом я свежую уже просеиваю не надо сегодня у меня опять кирюша уходит жить кати потому что начинается школа и мне надо ей пельмени положить потом тут еще кое-что подкупили потому что я по магазинам некогда ходить а пельмени пусть буду тем более самодельные вот я вам принесла показать но конечно же кирюшки но я приди ручку не буду дарить потому что ты кирюшин подарок а саша наверное покажу будет он играть ею заниматься или не будет это не знаю смотрите такая ручка она включается она вот включается хорошая штука кстати вот хорошо что вы мне напомнили девушка мне там написала все все девушки даже если кто-то смотрит меня кому 90 лет дай бог здоровья это все равно девушка ну или девочки сейчас я включу хоть вот она включается загорается табло тут все загорается показывает температура здесь температура убавляется уменьшается вот эти вот показываю что здесь много функций здесь значит вставляется проволочка вот ее раз она тоже дорогая есть есть дешевая но посмотрите сколько это же уму непостижимо тут кирюшки раньше делали посмотрите каких только цветов нету но еще только нету вот она вставляется эта проволочка туда где-то маленький кусочек взять наверное нету вставляется сюда вот так вот да она вставляется вот здесь вот есть такое вот такие кнопочки где можно пропихнуть дальше нажимаешь она как будто бы вот туда просовывается потому что так ее не сделать она здесь плавится при определенной температуре можно рисовать понимаете можно рисовать просто на на тетрадочки да на какой-нибудь можно создавать всякие вот 3d рисунки называется 3d рисунок это еще кирюша был маленький у него их так много было наверное уж выкинула насыпется сейчас уж сколько лет пролежала то есть наделал наделал всякие пирамидки нарисовал например дерево можно веточки и все это можно вот прикреплять тут даже есть рисунки как вот на проволоке есть рисунки проволоку мы покупали где-то у него даже как вот как тетрадочка такая была очень сделать можно все что угодно вот наверное я все таки вот эту ручку ему подарю потому что это очень нужная вещь чем сидеть в планшете или играть эти playstation я все понимаю у всех всех у большинства детей есть планшеты телефоны сейчас почти у всех конечно playstation это дорогое удовольствие это но это тоже не есть хорошо вот чего не есть хорошо если вот так вот говорить надо чем-то ему видите чего ему моторика нужно вот эти пластилинчик почаще до пластилинчиком играть там лепить чего-нибудь рисовать ничего не хочет взял и и они в судне обсуждение говорю вот такое чувство что он как будто бы дети потеряли интерес я не знаю вот вы понимаете вот мы даже в более взрослом возрасте мы как-то любили раскрашивать что-то до раскрашивать ребята чего-то выпиливают что-то там делает у меня помню толик маленький он выжигать выжигал вообще он ему очень нравилось но тогда когда мы вот жили как раз вот эти времена то были перестроечные когда ни зарплатные не пособие ничего а в школе еще были какие-то старенькие вот эти вот выжигалки до давали детям нам даже было не купить сейчас всего этого навалом у меня у кирюши есть мы тоже покупали дощечки с рисунками он выжигал но уже вырастает из всего этого вот а тут сейчас я не знаю сидеть этим занимаются или нет гитара вот кирюхи купили гитару но он как-то перегорел у меня сегодня приехала к ларисе у нее женя вышивает понимаете я была я не то что удивлена у них девчонки вышивают и катя и алмазная мозаика у них и она вышивает его мулине нитками мулине вышивает у ней значит это простите друзья мои этот материал такой в мелкую мелкую как он называется мелко как мелкая сеточка то называется у нее значит вот этот ободок и она вышивает а еще пошла гроз смотрю гитара же не еще и на гитару ходит вот есть еще да вот или дети которые чем-то увлекаются я понимаю там много у нас тут тоже есть гитара вон кружок дыка пить хочу друзья мы что-то сегодня задыхаюсь дыхание какое-то у меня сегодня сложное тяжело дышать и от этого и кашель идет на подышать пульмикор там вот дети занимаются ничего не говорю да точно почему-то у меня знать если раньше еще только в магазинах можно было я вот такую вот фирму прямо наберу на этом на озоне наберу и посмотрю может быть можно выписать не в магазинах то у них там не в магазинах говорю покупать да вот в магазинах дороговато все равно наценка у них там такие наценки вот видите температура плавления здесь написано 210 до 240 он так много играл столько этой проволоки было вот он сядет играет играет интересно так ему хоть и тоже с ней тоже надо бережно с этой ручкой нам помню девушка сказала что что-то может случиться и ручка может сломаться вот видите тут и кнопка подача пластика и кнопка извлечения нужно обратный ход сделать хорошая штука друзья мои вот кто голову в данный момент ломает как я что подарить ребенку внуку или внучки вообще очень классная штука очень классно что хочу мне вчера голова не сработала мне знаете вот я когда читаю какие-то идеи да вот от вас идеи какие-то мне на записывать наверное уже так наверное будет проще потому что сколько всяких идей сколько предложений я стараюсь какой-то может комментарии закрепить но я потом могу забыть у меня вообще голова забита черти чем то у меня пельмени то у меня еще чего-нибудь в общем как это мне бы на селедку вот почистить вот вытащила селедку сейчас друзья мои вот это дело все уберу перезвоню я своей подружки бывшей коллеги что-то случилось давно она мне не звонила